Саламастар Макрумед, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел поговорить о ситуации по распространению коронавируса и каким образом наши власти борются с этой инфекцией. И предваряя те возражения некоторых людей, которые говорят, что нет коронавируса, все это придумано там некими врагами, о масонах и все прочее. Ну, я буду говорить не очень вежливо, наверное, в этом смысле. Я считаю, что люди это совершенно низко уровня и образованности, и зомби, которые обработаны различными источниками в Ютубе, со стороны в основном российских каналов, которые рассказывают о неких силах и все прочее, что это все выдумано, покажите нам эти трупы и так далее. Тут комментировать можно одним словом, что эти люди совершенно глупые, необразованные. Они даже не понимают, какая волна сейчас надвинулась на Казахстан и какие будут последствия. Я хочу напомнить, что Италия, развитая страна, образованные люди, и недооценили степень угрозы из Китая, потому что там реально из такого закрытого тоталитарного Китая не приходила объективной информации. Ну, китайцы, вы знаете, сообщили, что якобы там у них всего лишь погибло более трех тысяч человек, хотя по разным каналам шла непривная информация, что гибнут во много раз больше. Если количество погибших в США, где население живет почти в пять раз меньше, вот на данный момент, только за короткое время, более 32 тысяч человек погибло, ну, вы понимаете, что когда Китай говорит, что у них всего лишь погибло чуть более трех тысяч человек, они просто врут. В принципе, это все тоталитарные страны именно так построены. Они лгут, лгут и лгут. И, собственно, поэтому им доверять нельзя, но, к сожалению, многие европейские государства оказались именно жертвой этой лжи со стороны руководства Китая. Потому что, когда эта инфекция была обнаружена в северной части Италии, итальянцы продолжали вести обычный образ жизни. Они ходили, обнимались, целовались, тысячи человек приходили на стадионы. И в какой-то момент Италия с ужасом обнаружила, что каждый день гибнут сотни людей. И реально пиковая численность, когда погибала в день, доходила до тысячи человек в день. До тысячи человек. И уже Италия с того момента, как полностью закрыла, уже прошло более 40 дней. Но каждый день в среднем, тем не менее, погибает 500-600 человек. И пока предварительно, только в начале мая, Италия собирается вести режим уже более открытый. Но ситуация опасная. Следующей жертвой была Испания. Где тоже количество жертв доходило до тысячи человек в день. Испанцы тоже недооценили. Вот вы понимаете, да, когда граждане, правительство недооценивают степень угрозы, к чему это приводит? Именно сейчас Италия, именно Италия сейчас нанесено гигантские убытки. И вообще убытки Европа оценивает за короткое время борьбы с коронавирусом. Что европейская экономика понесла убытки в размере 3 триллиона евро. Это так, если сравнивать по масштабам, это более двух экономик России. Вот объем баллового внутреннего продукта, который в год производит Россия, это порядка около полутора триллионов. Вот представьте, что две экономики России годовой. Вот какие потери составляет сейчас в Европе. И гигантские потери несет и американская экономика. Если бы это кто-то придумал, эту болезнь, то зачем себе в ноги стрелять, зачем убивать свою экономику? И как можно себя убивать так, что тысячи людей в день гибнет и людей нигде хоронить? Тратят триллионы. Только вот пакет помощи со стороны американского правительства составил свыше двух триллионов долларов. Вот такая вот ситуация, конечно, вызывает недоумение, когда люди произносят слова, что это не опасно, коронавирус, это ерунда. К сожалению, те действия, которые были сделаны со стороны правительства Казахстана во главе с такаем, они неграмотные, непрофессиональные, я даже так скажу точнее преступные. Потому что за этими действиями, к сожалению, будет смерть наших граждан. И та статистика, которая сейчас озвучивается, она безусловно живая. И когда говорят, что когда численность заболевших будет около двух тысяч человек, это будет пик, и с этого момента произойдет спад, конечно, вы должны понимать, что если у нашего здравоохранения нет реально средств тестирования, объективного тестирования, если врачи наши не снабжены просто элементарными масками, защитными костюмами, если из общего числа заболевших четверть составляет врачи, то есть вы понимаете, что на самом деле масштаб катастрофы огромный. И когда правительство Такаева говорит, что скорее всего в начале мая будет пик, вы, конечно, должны понимать, что это не так. Просто смотрите даже российской телевидении, вы увидите, что Путин напуган, что московские больницы просто забиты больными. Гигантские длинные очереди машин, автомашин скорой помощи. И, к сожалению, вот все, что успел сделать Такаев со своим правительством, это не просто преступная халатность, это прямое преступление, которое, к сожалению, придется расплачиваться нашим гражданам. Я вижу, что именно подход правительства Такаева по оказанию так называемой помощи в размере 42 тысяч тенге привел к тому, что количество заразившихся коронавирусом будет большим, значительным. Но в чем суть карантина? Суть карантина, что люди должны самоизолироваться и при этом получить от государства такую помощь, которая позволила бы им месяц жить в закрытом режиме, минимум контакта. И таким образом сбить эту волну, связанную с распространением коронавируса. Мы инициативу ДВК озвучили по этому поводу. Мы озвучили пакет требований правительству Такаева, что каждый гражданин, включая младенцев, должен получить по 50 тысяч тенге. Мы озвучили, что каждый врач на этот период с 1 марта до 1 июля должен получить доплату по 50 тысяч тенге, включая водителя, охранников, всех тех, кто работает в системе здравоохранения. У нас еще был пакет требований, связан с тем, чтобы у граждан списали в течение 3 месяцев их проценты по кредитам, чтобы они, потеряв рабочие места, потеряв возможность заработать, не переживали за свои кредиты, за их проценты. Также мы говорили, что цены на нефть упали в несколько раз и озвучивали, что цены на эти продукты должны понизиться минимум в 2 раз. Ну, давайте поймем, что же все-таки сделало это правительство Такая. Ну, во-первых, они объявили, что с 1 апреля якобы понижаются оптовые цены на 10%. Ну, насколько я понимаю, в реальности эти 10% не были достигнуты, но была какая-то скидка. Далее, если наши требования были, что каждый гражданин, включая младенцев, должен получить по 50 тысяч тенге, правительство Такая извернулось, объявило о выплате минимальной заработной платы в размере 42 500 тенге. Итог вы знаете. Правительство билось головой об стенку 2 недели, потом сказало, что где-то приблизительно 3 миллиона человек могут получить эту помощь. Мы долгое время видели цифры 60-80 тысяч, которые реально получили. И многие люди жаловали, что они не получили. Вот вчера правительство вышло с новой поправкой. Теперь, если вы получили эту помощь, по мнению правительства, незаконно, то тогда вас могут преследовать по статье 190, еще по какой-то статье мелкое мошенничество. И вообще создалась уникальная ситуация, когда огромное количество людей теперь бегут с этими деньгами в встречную очередь, пытаясь их вернуть обратно. То есть вы понимаете, да, что за помощь, которую организовывают правительство Токаева. То есть эти ничтожные средства, которые намеревалось выплатить правительство Токаева, наши граждане получили и теперь уже думают, наверное, надо вернуть. Но и как их эти деньги получали? Гигантские очереди по всей стране, они и сейчас есть, гигантские. Именно там люди будут заражаться коронавирусом. Спрашивается, где чрезвычайные положения, зачем эти блокпосты, и вообще зачем некоторых активистов задержат, потому что они просто шли в магазин, не могли найти в ближайших магазинах то, что они хотели купить, их сажают на четверо суток. А тут тысячи людей стоят на улицах, благодаря действиям правительства, эти тысячи по всей стране потенциально могут быть заражены. И они точно заражены, это очевидно. Сегодня несколько наших соотечественников, которые проживают в Америке, сообщили, что вот семья у них из двоих детей, их четыре, они получили, взрослые получили по 1200 долларов, дети по 500, то есть суммарно они получили порядка 3400 долларов. Это наши соотечественники, которые не являются гражданами США. Вы видите, да, как помогает правительство США, даже не гражданам, просто людям, которые живут в Америке, имеют вид на жительство. Сегодня один из наших соотечественников, Тимир Хан, под таким именем он, значится, в Фейсбуке, сообщил, что он даже не просил никакую помощь, 1200 долларов, считая, что кому-то, может быть, это будет нужнее. Но с удивлением обнаружил на своих счетах, что к нему пришла помощь 1200 долларов, и он просто там жил и работал, был налогоплательщиком, даже не обращался, тем не менее автоматически ему зачислили, и он не стоял нигде в очереди, как, собственно, и другая семья, имеющая двух детей. И таких примеров можно привести много, когда в Германии люди просто в электронном режиме отправляют о себе информацию, и говорят, что они потеряют свой доход в течение трех месяцев, и получают, если у него был доход 5000, 15 тысяч евро на счет, мгновенно человек получал, при том на следующий день. И правительство этих стран не требует заплатить какой-то ИСП, правительство этих стран не требует, чтобы они доказали, что они не имеют работы, что они потеряли деньги, что им тяжело жить, просто заплатили этим людям. Притом в Германии тоже очень много людей, которые приехали из России, просто работают, скажем так, фрилансерами, просто зарабатывают на жизнь. Не граждане Германии, они все получают трехмесячную заработную плату вперед. Вы можете себе представить, что происходит в этих странах? А правительство Такаева не может эти ничтожные 42 тысячи тенге выделить. Более того, еще заявляют, делают заявление, что будут возбуждать уголовные дела. Помните, как было адресной социальной помощи? Тоже заявляли, говорили, что будет оказана помощь, а потом начали уже забирать у людей деньги, которые успели их потратить, сказав, что если они не вернут, они опять же будут возбуждать уголовные дела, будут подавать в суд. Вот, вы видите, что за правительство у нас в Казахстане, что за режим. То есть ситуация с распространением коронавируса просто ярко обнажает, что это оккупанты, это оккупанты, которые захватили власть в нашей стране и уметают наших граждан. Вы видели врачей, я уверен, которые дали интервью информационному агентству Кастак, которые просто заявили, что их принуждает, чтобы они заявили, сказали, что якобы они получают те доплаты, о которых сказал Такаев. Вы видите, 42 тысячи тенге многие из вас получили, теперь должны возвращать. Врачи якобы Такаев объявил доплату, это порядка 10-15% от существующего медицинского персонала. Они все заявляют, что до сих пор не получили, а если кто-то и получил, то не то, что им обещали. То есть для этого врач должен провести 24 часа в карантине с больным и только тогда в этом случае тебя выплатят ту сумму, которую озвучил Такаев. Уже пошли интерпретации. И теперь врачи вообще заявляют, что их принуждают, чтобы они вышли и сказали, что якобы получили деньги. Теперь смотрите, какая ситуация. Она у нас уникальная в Казахстане, такого еще в мире нет. У нас много антирекордов. Но как так может быть? Из более чем тысячи заболевших 25% это самые врачи. Санитарный врач Алматы заявляет, что врачи вот оказывается недооценивают угрозу, они халатно относились к своим обязанностям и так далее. Но врачи вышли и объяснили, что у них нет масок, у них нет защитных костюмов, что они работают вообще в чрезвычайных условиях. Представьте себе, алматинцы знают, что такое 12 городская больница. Это большая, огромная больница, одна из центральных. И вот представьте, там зараженный. И вот сегодня данные я получаю из 170 новых зараженных коронавирусом, 116 это врачей. Можете представить масштаб? То есть мы чемпионы. Чтобы из числа заболевших 25% были врачи, это вы понимаете, ситуация катастрофическая. То есть сейчас наступает момент, когда действительно будет активно развиваться коронавирус. Наши больницы будут закрыты. Вот сейчас 12-я горбольница в Алмате закрыта, одна из крупных. Иссыкская районная большая больница тоже закрыта. Там тоже обнаружили огромное количество заболевших, инфицированных. Но это мы узнаем то, что проникает в прессу. Вы же понимаете, что по всей стране ситуация вообще еще хуже. информация плохо проникает. Там же так же давят на врачей. Они шьют маски вручную, которые вообще не выполняют защитные функции. То есть наша система здравоохранения в провале полнейшем. Полный тотальный обвал именно работы как министра, как правительства и вообще собственно самого режима Нурсултана Назарбаева. И вот представьте себе, что еще этот режим объявляет о введении страховой так называемой медицины. То есть если вы не заплатили какие-то средства, единый социальный платеж так называемый, вы лишаетесь доступа даже к текущей медицине. Плохой. Плохой в городах. А вы представляете, что происходит в районах, селах и так далее, в населенных пунктах. То есть полный завал. И конечно же, когда сейчас вирус будет распространяться, он будет распространяться. Кто бы ни говорил, что я не верю и так далее. Рынки работали. И тысячи людей на этих рынках были, стояли в очередях за этими 42 на 1500 тенге. И конечно же, вспышка будет. Если мэр Москвы сказал буквально неделю назад, что они не то, что в начале распространения коронавируса, они только на подступах, и только там какого-то числа мая ожидается, что они поднимутся на пик, это Москва, где достаточно развита медицинская помощь на неплохом уровне. И вот там идут такие заявления, больницы все переполнены, власти напуганы, останавливают людей, жестко закрывают, штрафуют и так далее. но кто может поверить, что у нас нет коронавируса, он везде развивается, по всей планете. И конечно же, когда в мае у нас будет пик, в начале мая, в середине мая, мы окажемся в той ситуации, когда у нас врачи будут выбиты из этого процесса, потому что их 25% от общего числа зараженных это врачи. У нас врачей не останется, вы понимаете, да? Нашим гражданам, наша система здравоохранения не сможет оказать помощь, потому что самих врачей закрывают на карантин. Я последние несколько дней вижу, что сейчас наши врачи активизировались, они излагают, рассказывают правду о том, что происходит, они защищаются, они озвучивают и выходят на протесты, делают видеорепортажи и так далее, это очень хорошо, потому что это дает нам шанс каким-то образом защитить людей, защитить себя и принудить это правительство в конце концов действовать, хоть через пень-колоду. Вы должны все понимать, что такие требования, когда озвучил демократический выбор Казахстана, выплатить каждому гражданину по 50 тысяч тенге, выплатить медицинским работникам, эти даже в том формате, который сейчас идет процесс, 42 тысячи 500 тенге, какие-то выплаты, о которых объявил Такаев медицинским работникам, их бы не было, потому что в авторитарных странах, к сожалению, к людям относятся как пыли, на брюках, как говорит министр Абаев, пресс-сектарь, бывший Назарбаева, мы для них как бы грязь на брюках, на штанах их. И вот, собственно, это везде в авторитарных странах, где человеческая жизнь для них ничего не стоит. То же самое в соседней России нет никакой помощи граждан, вообще никакой, ни одного рубля. Они сейчас заявляют о поддержке бизнеса, но бизнес пока ничего еще не увидел. Поэтому те выплаты, которые сейчас осуществляет правительство Такаева, они реализовываются только потому, что общество оказало хоть какое-то давление. Только потому, что мы демократический выбор Казахстана озвучили пакет требований и по ним пошел хоть какой-то процесс. И мы все должны понимать, что это правительство, этот режим будет двигаться только тогда, когда вы будете активными. Вот пример врачей показывает, когда врачей затыкали, не давали возможность говорить правду, они должны были показывать реальность. Врачи начали сопротивляться. И вы видите, там приехал замминистра здравоохранения, начал приносить извинения и говорить, что вот случайно получились такие анализы, вчера был отрицательный, отрицательный были показательны коронавирус, сегодня положительно ли это произошла, ошибка. А врачи однозначно говорят, их хотели заткнуть и таким образом подделывали результаты анализа и таким образом хотели их наказать. Вот на что способен режим. Теперь посмотрите, вместо того, чтобы заниматься действительно борьбой, организовывать общество, что делает власть, включает репрессивный механизм, пытается задавить. Коронавирус невозможно репрессиями задавить, ни танками, ни пулеметами, которые окружили ряд городов нашей страны. Сейчас вы видели в социальные ролики так называемые выпущенные полицейскими, что якобы граждане сопротивляются полиции, там некие люди бегут с коляской, коляске якобы ребенок, и вот происходит столкновение, пытаясь обвинить наших людей, что идет неподчинение полиции. Сегодня замедленная съемка показала, что в коляске был не ребенок, а это была кукла, это была просто кукла, то есть что делает режим, чтобы оправдать свои действия репрессивные, они хотят обвинить наших граждан, что они проявляют неподчинение полиции, и вот монтируют такие фальшивые ролики, фальшивые сцены, с разных сторон снимают, якобы дерутся люди молодые, в коляску сажают куклу, а потом замедленная съемка показывает, что это не ребенок, это один из участников, это был тетушка, который видели еще в Астане на предыдущих митингах, который участвовал в подавлении этих митингов, то есть что мы видим, мы видим перед нами беспомощные правительства Такаева, мы видим наш бункер басы прячется где-то в Швейцарии на самом деле, мы видим, что эти видео мы уже сделали анализ, это по сути монтаж, у него галстуки, костюм, прическа, волосы, рядом стоит бутылка с водой, какие-то лекарства, они неизменно у него находятся и в январе, и февраль, и все прочее, только монтажом меняет цвет галстука, цвет костюма, а там знаете, какие-то полоски, морщины, все прочее, они не могут быть одними тем же на видео, то есть, это очевидный монтаж, сейчас современные средства спокойно позволяют делать, накладывать голос, формировать изображение, то есть, вы понимаете, что Назарбаева нет, он спрятался, он залег, и все, что вы видели, это уже монтаж, это уже много людей в интернете показали, и так, трусливый наш бункер басы спрятался, где-то залег в Швейцарии, его разные службы изображают, что он проводит встречи, что он якобы какие-то речи произносит, при этом он говорит, что у страны 90 миллиардов долларов, и никто их не видит, у людей отбирают эти деньги, кто-то заплатил ЕСП 2600, теперь угрожает, что кто получил помощь, будут штрафоваться до миллиона тенге и выше, то есть, они фактически этими деньгами же хотят потом обратно же компенсировать, которые выплаты были произведены из бюджета страны, то есть, понимаете, да, это просто ложь непрерывно идет, говорится о помощи врачам, врачи говорят, что никакой помощи нет, что их принуждают сказать, якобы полиция стоит на переднем фронте и страдает, мы видим, что они имитируют и делают фальшивые ролики, что якобы там дети, человек шел с ребенком, и вот полиция требовала выполнять условия карантина, люди якобы дрались, опять ложь, то есть, непрерывно ложь, 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 и мы завтра придем к той ситуации, когда те, кто действительно на переднем фронте, это врачи, мы их не будем иметь, больницы наши будут закрыты, те же самые полицейские будут пачками, пачками закрываться у себя в домах, в больницах, их некому будет лечить, потому что они сейчас ходят на улицах и они заражаются, вот собственно та самая ситуация, которая сейчас сложилась в нашей стране и стоит вопрос, что же нам делать, что же нам делать, мы видим очень простые вещи, когда мы объединяемся, когда мы требуем, когда люди открыто выражают свой протест, они получают массовую поддержку общества, массовую, я уже говорил, после того, как будет объявлено окончание карантина, мы в течение недели или через неделю объявим о дате проведения масштабного митинга по всей стране, это будет в мае, поэтому, уважаемые друзья, все, что вы накопили, все претензии к правительству, к Такаеву, к Назарбаеву, вы все это можете озвучить, на митинге, который будет в мае, буквально ближайший месяц, мы видим, что, когда медицинский персонал, люди получают всемирную поддержку со стороны общества, они открыто выступают, они открыто защищают свои права, и они добиваются результата, вот что мы видим, поэтому, уважаемые друзья, я хочу сказать, что нам нужно сейчас объединяться, и я просто цифры хотел бы сказать, буквально позавчера я говорил о цифрах, порядка, там, около 50 тысяч человек было в чате активист ДВК, а менее 40 тысяч было в чате движения партии Куще, посмотрите, что произошло за два дня, сейчас чат активиста ДВК, вот я сейчас смотрю, 67 600 человек, то есть он прибавил почти на 20 тысяч человек за два дня, более чем 20 тысяч человек добавилось в чате движения партии Куще, завтра, когда будет митинг, именно активисты демократического выбора Казахстана, именно движения партии Куще будут организовывать огромные протестные массы по всей стране, у меня спрашивают, когда будут изменения, изменения будут тогда, и фактически в один день они могут произойти, когда на улице выйдут десятки тысяч, не просто несколько тысяч, десятки тысяч, что нужно для этого? Для этого нужно каждый день осознавать, что страной руководит непрофессиональное дилетантское и преступное сообщество Нурсултана Назарбаева, это мы все должны осознать, когда придет массовое сознание, тогда я убежден на улице страны действительно выйдут десятки тысяч человек. Я вчера разговаривал с группой активистов, все ребята очень образованные, и вы знаете, они мне говорят, неужели эта власть не понимает, что они творят? Неужели они не понимают, что они приближают свой конец? Один из них мне сказал, ну посмотрите, Такаев там где-то учился в Москве, Карим Масимов бывший пример, глава КНБ в Москве, потом в Китае, он начал всех перечислять и говорить, ну они же наверное умные. К сожалению, я разочаровал наверное этого активиста, потому что я этих людей лично знаю, это безвольные люди, дилетанты, которые никогда ничего своими руками не создавали, были чиновниками или приходили на какую-то структуру готовую и как бы рулили, рулили плохо, потому что их ошибки скрадывала, спрятала именно ситуация с тем, что были высокие цены на нефть, на сырье и было более-менее благополучно. Сейчас все вот цены низкие на нефть, развитие коронавируса просто обнажило их некомпетентность, их импотенцию, непрофессионализм. То, что у них полностью отсутствует профессионализм, это я каждый раз убеждался, работая с ними в одном правительстве, работая в бизнесе, встречаясь, видя их, зная, как они принимают решения. а что вы хотите, если премьер-министр страны пришел из компании Казахстан Тимур-Жилы, который он разорил. Ну, конечно, он не сам разорил, никто не позволил бы в одиночку разорить. Он разорил, воровал для Нурсултана Назарбаева и членов его семьи. Они украли гигантскую структуру, так называемый конкор-холдинг из железной дороги, которая стоит миллиарды долларов. И это все делалось при нынешней премьер-министре Оскарий-Мамини. Ну, если там собрались одни воры, мафиозники, что можно от них ждать? Чем раньше мы осознаем и поймем, что нам с этой политической верхушкой не по пути, чем раньше мы осознаем, что необходима скорейшая смена этого режима, тем быстрее мы добьемся перемен. И вот сейчас вы находитесь дома, сейчас у вас нет средств существования, ко мне приходит огромное количество сообщений, видео и все прочее. Люди в отчаянии, они говорят, мы три дня голодаем, уже нечего есть. Кто-то говорит, что детей нечем кормить. Ну, представьте себе, я узнаю, что происходит в Уральске. Они объявляют карантин тотальный, при этом общественный транспорт якобы не будет ездить или ну, например, в Уральске я слышал, что не будут ездить. Запрещают ездить людям на своих машинах в условиях карантина. Это вообще нонсенс, такого в мире нигде нет. И при этом, когда они делают эти поездки, даже вот как Магисталу мне сказали, транспорт уменьшает количество, в этот транспорт набивается огромное количество людей, они опять заражают друг друга. То есть, цель этого карантина была в том, чтобы люди минимизировали контакт и таким образом переждать развитие коронавируса. А что получилось? Все меры с развитием вот так называемым карантина привели к ситуации все с точностью до наоборот. Людей вывели на улицы, сжали в автобусах, работали рынки, теперь они объявляют о карантине, например, в Уральске или Кустана. Я сегодня видел, как тысячи людей стоят толпами около магазинов, они в автобусах и все прочее. Видите, что происходит? Это фактически действия Такаева и его правительства. То есть, они вообще не профессионалы в своем деле, они не понимают, что творят, они ничего не умеют делать, не умеют управлять, они не могут людям оказать помощь. Наши соотечественники, которые живут в других странах, не будучи гражданами, получают помощь наравне, как гражданин той или иной страны. Я приводил пример США и Германии. Вот что происходит. И мне говорят, завидуем этим странам, какой у них хороший президент, какой у них хороший пример. Уважаемые друзья, там, в первую очередь, активные граждане, они хорошие граждане, они ставят хороших президентов и премьер-министров. Страна не может быть по случайному признаку быть хорошей или плохой, если сами граждане не управляют своим государством, а просто ждут сверху, что кто-то за них что-то решит. Поэтому мы должны осознать, и когда мы в мае объявим о проведении митинга, мы должны мобилизоваться. Чем раньше мы это сделаем, чем раньше мы выгоним эту политическую верхушку, тем быстрее наступит момент, когда мы будем говорить, какой у нас хороший пример, какое у нас хорошее правительство, какой у нас хороший Аким, потому что всех их мы будем избирать на открытых выборах. И это все в наших руках. Мы завтра это можем сделать. Поэтому, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с призывом, чтобы вы сейчас объединились, пришли в чат активисты ВК, в чат партии КОЩЕ, подписывались на информационный канал 1612, на канал Мухтара Бляза в Ютьюбе, объеднялись, мы скоро будем действовать и будем добиваться, чтобы эта политическая верхушка ушла. А сейчас необходимо требовать, чтобы это правительство исполнило пакет наших требований, потому что пакет наших требований действительно позволяет людям спокойно пересидеть и пережить карантин, не пытаться искать деньги какие-то зарабатывать, не стоять в очередях, то есть автоматическое зачисление на счета, как это сделали в Германии, США и так далее. Нам надо сейчас требовать и объединяться, готовиться к митингам, заходить на наши чаты, и я уверен, мы сможем тогда объединиться, вывести на улицы десятки тысяч людей и добиться перемен. Аллах, Казахстан!